Сегодня мы поговорим о впечатлениях. Не секрет, что вся наша жизнь состоит из впечатлений. Они могут быть более яркие, менее яркие впечатления. И совершенно не секрет, если мы вдумаемся, то более яркие впечатления у нас возникают тогда, когда мы меняем свой обычный образ жизни. Когда это чаще всего случается? Чаще всего случается, когда мы едем в какие-то путешествия. Нас в новые страны, новые люди, новые знаки. Как сделать так, чтобы наши впечатления оставались с нами как можно дольше? Мало того, как сделать так, чтобы наши впечатления не переходили в разряд негативных и не переходили в разряд посредственных впечатлений? Скорее всего, это нужно делать эмоционально. Я сегодня предложу один из вариантов, как это сделать. Все мы бываем в путешествиях, все мы фотографируем то, где мы путешествуем. Но мы мало задумываемся над тем, что мы фотографируем, как мы фотографируем и когда мы фотографируем. Единственное, чем отличаются наши фотографии, друзей, знакомых, ваших, мои фотографии, это тем, что кто стоит на переднем плане. Я или наши родственники на фоне какого-то дворца, или на фоне моря, или на фоне пингвина. Без разницы, что на фоне чего. И это со временем перестает интересно быть даже в нам. Я сегодня, наверное, предложу вам зарисовывать свои собственные впечатления, зарисовывать свои эмоции. Почему люди интересуются живописью, почему люди смотрят картины художников, почему люди восхищаются картиной. Людям становится очень интересное переживание художника. Они находят в своей душе, в своих воспоминаниях, нечто похожее на переживание того человека, который изобразил все это на холсте. Вот и я вам предлагаю заняться нечто подобным. Вы сознательно отслеживаете свои эмоции, свои переживания. Вы сознательно отслеживаете то, что вы чувствуете в данный момент, находясь в том или ином месте, глядя на ту или другую картинку, на то или другое изображение, на тот или другой объект. Ну вот наглядный пример. Вот у меня есть фотография. Вот фотография. Что вам останется через год от воспоминаний от этих? Ну практически ничего. Может быть самые яркие воспоминания о том, что вы были в Италии, были в Венеции, у вас и останутся. Но что вас будет связывать с этим местом? Вот эта фотография, я вас уверяю, через год она вам будет совершенно неинтересна. Если вы мне не верите, поройтесь, пожалуйста, в своей фильмотеке. Там у многих есть и фильмотеки. Поройтесь, пожалуйста, в своей фотографии. Садайте себе вопрос, часто ли вы на них смотрите, на эти фотографии. Мало того, часто ли вы смотрите на фотографии своих детей, на семейные фотографии. И задайте себе вопрос, кому кроме вас они еще интересны. Я же предлагаю вам сделать так, чтобы ваша жизнь была интересна не только вам, а и вашим друзьям и очень многим людям Вопрос, как это сделать? Но если вы обладаете уже достаточными навыками, можно зарисовывать сразу, там где вы находитесь Но если у вас нету достаточных навыков, мало того, вы не хотите с собой таскать массу холстов, кистей, красок и так далее, и так далее Никто не отменял старого доброго фотоаппарата Но! Вы делаете примечание к этому старому доброму фотоаппарату, пишете записочки себе в блокнотик Пишите, что вы снимаете, что вы при этом чувствуете, что вас впечатлило в данной фотографии, что вас впечатлило в данном месте Ну вот, у меня есть фотография, вот это, это же преслово для Венеции Я постараюсь на холсте изобразить свои собственные впечатления о этом месте Спасибо за просмотр! 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 Наш проект мирового значения, мирового масштаба. Мы путешествуем по всему миру и приглашаем всех желающих вас путешествовать вместе с нами, вдохновляться вместе с нами, писать свои собственные картины, писать свои собственные впечатления. Ближайшее наше путешествие будет в Италии. Приглашаем всех вас поехать вместе с нами с 11 мая и написать свою собственную картину. Более подробной информации вы можете получить на сайте творимместе.ком До встречи!